Следующий вопрос. Рухмулисмейнанфирруко. Постановление того, чтобы находиться спокойно в рукое, спокойно в поясном поклоне. То есть, видели же, такие люди бывают иногда. Уходят на руко, сразу встают. А некоторые вообще даже до поясного поклона толком не доходят. Так? Сразу встают наверх. То есть, это что? Совершил поясной поклон без спокойствия в нем. Говорит, Зайбаджумур аль-Уляма большинство ученых считает. То, что спокойно в совершении поясного поклона, это столб из столбов намаза. Вот тогда люди хадисы Аль-Баб использовали хадис главы. Затем соверши поясной поклон и находись в нем спокойно. А также хадис Абу-Мас'уда Аль-Бадри. А на навесу Аль-Баб, то, что пророк сказал. Не является, то есть, недостаточен такой намаз, которым человек не держал свою спину ровно во время поясного поклона и земного поклона. Этот хадис передает Абу-Дауд Ион Хаэль-Муснат у шейха Мухбиля. Так или нет? Чтобы человек находился в поясном поклоне, когда он до него дойдет. То есть, что такое поясной поклон? Когда начинается поясной поклон? Когда человек обхватит, то есть, склонит спину и при своем склонении обхватит руками коленки. Так или нет? Колени. Это называется человек в поясном поклоне. Так вот, когда он дойдет до этого состояния, то есть, до поясного поклона, он должен простоять в этом положении халилян. Немножко, хотя бы так. Так, чтобы он успел сказать тот зикар, то есть, то упоминание, которое обязательным является его сказать во время поясного поклона. Дальше у нас придет вопрос. Что за обязательный зикар, который нужно сказать в поясном поклоне? Так или нет? Понятно или нет? То есть, быстро, сразу с рукой нельзя вставать. Должен встать, выпрямить спину, так, чтобы кости вернулись, кости спины, каждый встал из этих костей на свое место. Дальше. Говорит вазараба Абу Ханифа и считает Абу Ханифа илянна тумаанина за ируадиба. То, что спокойствие во время поясного поклона не обязательно. Лихаули это аля, потому что Всевышний сказал, Иркау, воззюду, совершайте поясной поклон и земной поклон, Валямьезгур от тумаанина. И Всевышний не упомянул спокойствие. Халибну Худама, говорит Абну Худама, Но этот аят, наоборот, был за нас, а не за Абу Ханифу. Так или нет? Потому что Пророк Салава Ассалям разъяснил, Что значит совершайте поясной поклон. Своим действиям о кауле, а также своим словом. Каким словом? Вот этот. Говорит, Поэтому мы понимаем, что значит совершить поклон. То, что объяснил нам Пророк Салава Ассаляма. То, что необходимо спокойно находиться в поясном поклоне. Это будет называться поясным поклоном. А что касается того, кто совершил сразу стал без спокойствия, Это не называется поясным поклоном в словах Пророка Салава Алии Ассаляма. Значит, спокойствие во время поясного поклона является чем? Очередным столпом во время совершения намаза. Если человек его не сделает, его намаз не исписнет. Субханакаллаху. Субтитры создавал DimaTorzok